Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня мы рассмотрим монитор от компании Samsung S27E390H. Все ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор, и буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. А если вы еще и подпишетесь на канал, то будет просто замечательно. Диагональ экрана 27 дюймов, разрешение 1920х1080, соотношение сторон 16 к 9 и время отклика GTG 4 миллисекунды. С малым временем отклика вы можете быть уверены, что ваш монитор будет справляться с любыми фильмами и играми, содержащими самые динамичные сцены. Подсветка WLED, матрица PLS, глубина цвета 8 бит, частота обновления 60 герц. Широкие углы обзора. Используемая матрица обеспечивает широкие углы обзора 178 на 178 градусов по горизонтали и по вертикали для удобства работы. EcoSaving Plus. Эко, энергосберегающая технология, снижает яркость экрана для повышения энергоэффективности. Доступны ручная 25%, 50% и автоматическая регулировка яркости черных секций экрана. Новый дизайн TOC. В обновленной серии SE390 SE391 Samsung обновил дизайн рамки, подчеркивая его полупрозрачным голубым оттенком Touch of Color. Тонкая рамка. Супер тонкая рамка с четырех сторон дисплея обеспечивает чистый и современный внешний вид и естественным образом фокусирует взгляд на изображение. Подставка. Дизайн Touch of Color переходит также и на подставку, что обеспечивает гармоничный и целостный общий дизайн монитора. Размеры монитора. 63 см в ширину, 38 см в высоту, толщина 7 см, вес 4,58 кг. Цвет черный. Режим EyeSaver Mode. Голубое свечение при длительном воздействии отрицательно влияет на зрение. Режим EyeSaver Mode понижает нагрузку на глаза во время работы за монитором путем снижения интенсивности голубого свечения. Технология Flicker Free обеспечивает защиту глаз от постоянного напряжения, вызванного мерцанием, и позволяет дольше работать. Функция Magic Upscale обеспечит автоматическое сглаживание текстур изображения малого разрешения, чтобы вы могли насладиться качественной картинкой. Один D-Sub, один HDMI 1.4, один выход для аудио и наушников 3,5 мм. Я провел анализ отзывов реальных пользователей данной модели, и сейчас расскажу, на что жалуются обладатели этого монитора, а после перейдем к положительным отзывам. Засвет справа около 2 см вдоль границы. Очень долго пришлось настраивать. Затемнение 2 см слева вдоль рамки монитора. HDMI кабель коротковат, 1 метр. Вперед почти не наклоняется, не крепится на стену. Нет отдельной кнопки выключения. При максимальном разрешении изображение не на весь экран. Внешний BP сильно греется. Теперь перейдем к положительным отзывам, которые иногда пересекаются с отрицательными. Джойстик находится сзади. Замечательная идея, вместо кучи кнопок. Хорошие углы обзора. Настраивать практически не пришлось, заработал прямо из коробки. Очень маленькое потребление энергии. Время отклика за все время службы никогда не получала нареканий. Порадовало, что в комплекте идет HDMI кабель. Выглядит нормально, не громоздкий. На подставке не шатается, стоит уверенно. Качество материалов нормальное. Если вы стали владельцем данного монитора, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, что ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Всем пока!